Всем приветики! Давно с вами не виделись. Так, сегодня у меня муж съездил на рынок, закупился. И из-за того, что у нас в воскресенье фестиваль Понго, это такой праздник, ну, чисто женский праздник, ничего там такого интересного нет. Мы в воскресенье пойдем опять по домам раздавать такие, знаете, чисто религиозные подарки и получать их в ответ. И это не самый любимый мой праздник, не люблю ходить по домам, некомфортно себя чувствую, но надо поддержать быть мамой. Санчу съездил на рынок, и цены на рынке, конечно же, подняли, потому что люди по-любому будут закупаться овощами и фруктами, потому что это чисто вегетарианский фестиваль, то есть цены на все овощи и фрукты подняли в два раза. То есть то, что можно купить, например, там за 30 рупий, это стоит сейчас 60, то, что за 50, это стоит 100. В общем, ну, одеваться некуда, холодильник пустой, надо было затариться. Вот, поэтому самые необходимые овощи в Санчу купил. А когда мы поедем забирать Милу со школы, мы заедем, купим рыбки. Мы покупаем макрель, ну, это как типа нашей скумбрии, вот. Мы ее жарим, нам она безумно очень нравится. Вот, хотим купить макрель, Санчу еще хочет купить готовую замороженную кукурузу. Вот, так что мы будем быстренько готовить себе такие салатики. И у меня есть классная новость. Я 72,5 килограмма. По сути, ту задачу, которую я поставила на декабрь, она исполнилась, ну, ближе к середине января, почему я безумно рада. Вот, так что у меня сейчас получается от 87,5, ну, практически 8 килограмм. Считайте, что 8 килограмм я сбросила. Плюсов максимум, потому что я чувствую легкость. У меня прошли боли в ногах, у меня нет уже такой прям острой боли в ногах. У меня есть желание просыпаться до утром. Вот, ну, многие вещи, которые я достала из чемодана, мне стали как раз. И я безумно этому рада. И что еще самое главное, это мое внутреннее состояние. Я прям чувствую, как оно меняется. Так что 8 килограмм минус. И это прям супер. Прям супер-супер-супер. И, ну, задача догнать 70 килограмм до конца января. И потом уже переходить 70 килограмм на новую ступеньку. Это, ну, хотелось бы, конечно, чтобы в феврале было хотя бы 67. Вот, потому что, видите, я не хочу сейчас очень сильно забегать, чтобы прям вес уходил по 5-10 килограмм в месяц. Вот, ну, 2-3 килограмма в месяц. Мне бы очень хотелось. Так что надеюсь, что к марту месяца я обрету свою форму 62 килограмма. И сейчас, знаете, когда я вижу на весах, что уже не 80, даже не 76, а 72. Это, конечно, прям лего круто. А Сандю отстает от меня. У Сандю 73,8. Вот, он прям очень прям от меня отстает. Вот, хотя сейчас он молодец. Он уже второй день подряд утром рано уходит на прогулку. Хотя у нас утром такая холодрика, ребята. Вообще невозможно. Сегодня был такой туман. Я вставлю вам кадры, Сандю поснимала, пока он ходил. Это в 6 утра. Вот он пошел на прогулку. И вообще ничего не видно. И очень-очень было холодно. Так что вот такая у нас погода. Сандю надевает куртку. Выходит, я вообще без свитера на улицу даже нос не могу высказать. А потом днем, жара. Днем жара. Вечером опять прохладно. В общем, такой у нас очень непонятный сейчас климат. Очень сильно поменялся. Вот за 5 лет моей жизни здесь очень сильно поменялся климат. И реально угадать, какой сезон будет каким, вообще невозможно. Ну, по крайней мере, у нас в Майсуре вроде все так же, ничего не поменялось. Но вот у нас в Майсуре прямо очень сильно поменялось. Так что я себе на флипкарте и на Амазоне присматриваю парочку свитшотов и парочку худи. Я так думаю, что все равно парочку нужно иметь, потому что то количество свитеров, которое у меня есть, мне недостаточно. Мне в них не очень как бы так сильно тепло. Поэтому парочку худи с капюшончиком я себе тоже присматриваю. Вот. И сейчас я вам покажу, что Сандю купил. Сандю купил, как она называется, цветная капуста. Сказал, что приготовит мне какое-то блюдо, которое мне будет напоминать курицу по вкусу. В общем, он там будет экспериментировать. Купил перчик красный и желтенький. Капусточку я попросила. Я хочу сделать салатик с морковкой, с капустой. Плюс я хочу еще приготовить либо борщ, либо щеп. Вот. Лучок. Все накидал. Вот. Морковку. Но морковку купил классную. Прям очень классная морковка. Купил имбирь. Помидорки купил. Хотя у нас на огороде сейчас растут помидорки, но нам недостаточно. Поэтому купил помидорки. Купил мне картошечки для супчика. Там где-то в конце. В общем, если это надо будет сейчас по пакетам разбирать. Купил бинса. Так. И вон там огурчики купил. И что он еще купил? Этот. Мы в последнее время очень полюбили... Сейчас, ну-ка, вылезай. Я же говорю. А мы говорим вылезать. Вот. Красную капусту. Мы обычно ее добавляем в салат. Я сказала, что он еще купи маленький, чтобы не испортился. Мы добавляем в салатик. Что еще там он купил? Ну, в основном у нас свекла у меня была. В основном, наверное, больше он так особо ничего не купил. Хотела показать обновочку. Давно присматривалась к этой штуке. Думаю, заказать, не заказать. В интернете она сегодня пришла. Я же установила. Что могу сказать? Потрясающая вещь. Если у кого есть возможность найти ее на Амазоне, на Вайлбурсе или еще где-то, ответный покупатель. Губочка шла в комплекте. Кстати, ни разу не видела здесь такие губки в продаже. Да, сейчас, секундочку. Вот. Один раз нажимаешь, и все. Она тут же припитывается. И хватает помыть целую гору посуды. Вообще, какая офигенная вещь. Все это легко. Можно будет помыть, почистить. И нету, в общем, знаете, там, жидкость добавляешь. Там все, бля. В общем, я теперь избавлюсь от своих старых всяких баночек, скляночек. Просто еще средства здесь специально разбавила водой, потому что она очень-очень густоя. То есть и средства будет уходить минимально. И просто классная штука. Еще у нас тут есть у нас насик. Я поставила его корни, чтобы проросли. Попробую посадить. Конечно, он будет пришли два года. Вот и наша зеленушка, остатки нашей зеленушки из петрушка. Вчера собрали, но не все использовали, поэтому я поставила водичку, чтобы она не засохла, чтобы можно было сегодня в спатье добавить. И вот такое средство мне купил муж для посуды с лимоном. Очень классно пахнет, очень хорошо очищает. Вот этой компанией у меня сейчас и, как называется, кондиционер для белья. Очень классная такая бутыль. Не берем сразу большие, чтобы надолго хватало. Я просила его купить цукини, но, говорит, не было. Был только желтый, а желтый цукини мне вообще не нравится. И не было брокколи. Говорит, не было брокколи, нигде он не нашел. И еще фрукты, скорее всего, он поедет в магазин закупаться с фруктами, потому что цены на рынке гораздо выше, чем в магазине, в котором мы обычно закупаемся. Милка просила Моссамби, Милла просила апельсины. Так что, наверное, скорее всего, когда мы поедем забирать Милку, мы заодно заглянем и в этот магазин и купим фруктики. Вот. А так, в целом, все, что нам нужно, мы купили. Чапати Санджо тоже купил. Мы, кстати, сейчас, если я найду, я вам покажу. Мы покупаем чапати готовыми. Где? Куда? Куда Санджо убрал? Чапати. Так, вот. Вот. Вот такое вот мы покупаем готовые чапати. Это очень удобно, очень быстро. И вот эта вот компания, она самая классная, потому что их чапати, они вот как домашние. Когда я готовлю, они прям приподнимаются, становятся таким прям шариковые и безумно вкусные. Мы покупали сначала другой бренд. Он был, вот это вот стоит 50 рупий за, по-моему, там 10 чапати внутри. Ну, то есть, получается, на чапати 5 рублей. 5 рупий. А мы покупали за 80. Очень раскрученный бренд у нас здесь. И раньше было хорошо. А последний раз Санджо купил, и я просто была в шоке от того, что сколько бы вариантов я не пыталась приготовить, оно получается как-то сухарик. То есть, я добавляю масло, оно превращается в сухарик. Я не добавляю масло, оно превращается в сухарик. Причем ты только что приготовил, на тарелку положил, и все, и у тебя сухарик. И когда ешь, ну, понятно, что неприятно кушать сухарик. Уже не те ощущения. Но еще плюс ты не понимаешь, что ты кушаешь. То есть, если закрыть глаза, то вообще никакого вкуса нет. А эти чапати, что мне нравится, они слегка слегковатые. И вот эта вот мягкость, она сохраняется надолго. Так что мы сказали спасибо тому бренду и перешли на вот эти вот чапати. Очень удобно. Милка тоже их любит. В общем, не надо тратить время на то, чтобы месить тесто, потому что тоже тесто не всегда получается. Не всегда получается, как бы оно хорошего качества. Где-то чуть-чуть переборщил с мукой, переборщил с водой, и уже как бы, ну, не то. А это пошел, купил, и нам хватает на несколько дней, потому что Санджо кушает две чапати. Я обычно тоже две чапати. Ну, и Милка там, например. Ну, грубо говоря, на два дня нам хватает. Вот. И яйца у нас всегда есть. Это обязательно. Так, все, вот такие дела. Смотрите, какое счастье. В последнее время Милая любит желе. Вот. Я тут приготовила. Это манговое желе. Так что ждем, когда оно застынет, и будем кушать. Обожаю тоже желешки. Так что мы с Милкой обязательно затечим это. Пахнет просто потрясающе. Забрала свою красотку со школы. Вот. У них сегодня был праздник, поэтому они сегодня в национальной одежде. Потому что в воскресенье, я же вам говорила, что будет праздник. Вот. Милка. Милка, в общем, переоделась. Я тоже привела себе порядочек. Вот. И Милка вам тут показывает, что мы сегодня в школе выдавали. Вот такие вот. Вот такие штучки мы должны будем раздавать в воскресенье всем. Ходить по домам. Вот. Это такой стандартный набор. Там сахар. Потом горох. И еще какие-то такие сладкие маленькие штучки. Вот. И кунжут. Я небольшой фанат всего этого. Но, как говорится, будем давать людям. Они нам будут возвращать. Все. Теперь два дня выходных. Суббота, воскресенье. Школа у нас не работает. Моя желчка. Я сейчас пытаюсь к ней привыкнуть. Но никак не получается. После школы Мила покушала. И дедушка решил отвезти ее в парк. Были они там час. И вот дедушка заснял видео. Отчет. Как там Милка развлекалась. Она побывала, наверное, на всех качельках. На всех полазила везде. И для меня было большим удивлением, как она бесстрашно залезала, скатывалась с горок. Я в этот момент просто подумала, боже мой, как быстро растет мой ребенок. И как много всего меняется. Что иногда в голове еще, знаете, ощущение, что она такая малюсенькая. Что нужно ее оберегать. Что прям нужно над каждым ее шагом трепетать. А сейчас я смотрю и понимаю, что растет ребенок. Плюс я очень рада, что она сейчас ходит в школу. Потому что школа очень сильно ее меняет. И очень много вижу я прогресса. Благодаря тому, что она общается с детьми, с учителями. И вообще очень много вещей в ней прям сильно изменилось. Именно вот после того, как мы в мае пошли в школу. Прям значительный скачок в ее поведении. И очень много моментов изменилось. То есть эти прошли истерики у нее по любому поводу. Потому что она даже когда приходит и говорит, мама, там в садике плакали. Зачем плачут? Типа, это же весело. Школа, это классно. И я рада, что, конечно, у нее такое отношение к школе. Она за все время один раз только расплакалась. Не хотела идти в школу. Было только один раз с мая месяца. Поэтому я рада, что она всегда приходит, уходит с улыбкой в школу. И приходит тоже с улыбкой из школы. Так что растет моя девчонка. Не по дням, а по часам. Успевает только следить за ее развитием. Я очень рада, что у дедушки выбылась такая возможность свозить ее. И надеюсь, что она сейчас будет почаще. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok